Привет, зритель! Сейчас тебя ждут пустые баночки февраля. А другие два таких тематических ролика в конце месяца, каждый раз, когда я их пишу, они будут завтра. У меня не то, чтобы закончилось, но сегодня у нас ещё не конец февраля, сегодня 24 февраля, хотя в феврале внезапно 28 дней. Обалдеть! На три дня практически меньше, чем в обычных месяцах бывает, ну или на два дня. У меня оно практически закончилось. Это со мной подарилась одна подписчица своей коллекции. Это Эрис Нуар, Секрет Дэ Сан, снят сюжет, и хроше. Мой любимый Эрис Нуар, от того, что он уже такой древний, и срок у него, конечно, давно закончился, он слегка посвятил, но аромат у него тот же. Вообще, там есть коробочка от него, и я последние дни его что-то так на себя выливаю, а тут совсем чуть-чуть. А сегодня 24, а до конца февраля ещё 4 дня. И я поняла, что если я сегодня запишу или завтра пустые баночки, а он у меня вдруг закончится где-нибудь в конце февраля, вот совсем, оставлять его на март как-то ни то ни сё, поэтому пусть он будет пустой баночкой, хоть ещё и не до конца. Очень классный аромат, я его люблю. На зиму он самое то, открывается он на мне иногда, как унисексовый аромат, можно летом прыснуться, или помазаться, и под душой пойти, и потом вот совсем унисексовый аромат. А можно просто душ принять, после того, как прыснулся, даже перед этим душ принять, потом прыснуться, потом пойти под душ и ощутить совсем другой аромат. Вот в этой пакетике от конфеток, которые мне подарили на Новый год, друзья, будут вот эти все пустые баночки. Я тут разбиралась и нашла маску, которая давно должна была быть в пустых баночках, но что-то не случилось. Мне её когда-то дарила одна подписчица. Она дофига просроченная, аж до апреля 2018 года. Тут что-то вроде как ещё есть, но я не рискую её открыть. Хотя, слушай, может попробуем. Вдруг сейчас оттуда что-нибудь вырезат. Короче, там что-то есть. Это вообще мне такие маски очень нравились, я не знаю, почему я про неё забыла. Не доделала до конца. Это серия «Улетай», маска освежающая, с калиновой, с ментолом. Защита от угрей. От «Гринмама», 100 мл. 6 месяцев после вскрытия. «Гринмама» даёт там год с лишним где-то ещё, или типа полгода, ну сколько-то месяцев с запасом. Но она до апреля 2018 года, потом 19, 20, 21, в общем, в апреле этого года она была бы просрочена на 3 года. Я решила, что раз уж я её нашла, и она почему-то не была в пустых баночках, отправить её в пустую баночку. Вообще, такие маски мне очень нравятся. Есть просто вот калиновая, а есть с ментолом. И вот, если жарко, летом нанёс, и кожа хорошо, и свежо, и тебе нормально. Так, спасибо дарителям. У меня закончилась, там буквально капля осталась. Может, как-то это можно её изулечь. 48 рублей стоило в аптеке брала. Натуральное масло, эфирное масло, сладкий апельсин. Я чуть была уверена, что это мандарин. Но нет, это сладкий апельсин. И последнее время я его юзала, чтобы покапать парой капелек на кончик стола, который грызут. На дощечку, полочку, на которой лежит клава, которую тоже пытаются грызть. На столешницу, которую тоже пытаются грызть. Причём грызут так, и на меня косятся. Тишка раньше драл ковёр и косился на меня. Типа, смотри, я ковертирую, поругай меня, внимание, привлекаю. А она вот так. Особенно ночью. Вот ты вроде пытаешься уснуть, а она начинает грызть. И думаешь, что в темноте хозяин увидит её и скажет, Алиса Харе, грызть. Давай идти поспать. Ну и чтобы избегать таких моментов, особенно ночью, когда хочется спать всё-таки, я решила капать. Во-первых, вкусно пахнет сразу апельсинчиком, цитрусами. Во-вторых, это животное перестаёт это грызть, потому что пахнет для неё невкусно. Ну и так я его в аромалампу использовала. Добавляла несколько капелек в шампунь самопальный, ещё куда-то. В общем, хорошее масло. У меня что-то на этих эфирных масел осталось. Сколько нос? Два с половиной фалкончика надо будет купить. Ванилька, лаванда и шалфей. Как бы я сейчас пока не делаю эти всякие дезики и воски для ногтей и губ. Ну как бы это, потому что у меня всё есть. А заказов как бы нет. Но мало ли чего, надо будет потом эфирными маслами обзависить. Хорошее. Продаётся в аптеке. Ещё видела на Вайтберис. На Вайтберис слегка дороже, чем в аптеке. Хотя аптека, аптеки Руиз, у нас в некоторых аптеках одна цена. В другой аптеке те же яйца ведь сверху другая. Сюда у меня закончилась. Тоже подписчица поделилась своей коллекцией. Ваниль. Коллекшнс. Вода туалетная. А ты фраше, снятость. Это лимитка новогодняя. Ваниль, ваниль. Слушай, зритель, там чуть-чуть ещё осталось. Может как-то это можно отжать. Очень пахло хорошо ваниль. Вот больше напоминает бурбонскую ваниль. Даже нет. Ваниль, между ваниль-нуар, ваниль-ваниль, вот. Вот есть такая лёгкая ваниль, а есть бурбонская ваниль. И вот бурбонская ваниль с лёгкой ванилью, что-то такое. А у их роше было бурбонская ваниль-ваниль, нуар, вот эта ваниль. Иногда у них ещё какие-то лимитные ванильки выходят. Очень классная штука. Спасибо большое подписчице за такой дар в мою коллекцию. И да, зритель, ты не думай, тут ещё будут одни духи, которые закончились. Которые, возможно, уже были когда-то в пустых баночках, но там что-то оставалось. И, возможно, если они уже были в пустых баночках, то сейчас у них последний шанс на эти пустые баночки. Крышечка пойдёт в коллекцию крышечек от этих духов. А сами духи пойдут, видимо, на выкидку. Или в бельё постельное положу в шкаф, чтобы пахло вкусно. Я не знаю, догадался ли ты или нет, что это за духи. Это цветочная диска, которую мне подарила другая подписчица. От трёх разных подписчиц, включая ещё от четырёх разных подписчиц. Тут пустые баночки, потому что ещё вот эта маска. Там вот осталось совсем чуть-чуть. Я на днях вот это всё доживала на себя. А то, что совсем чуть-чуть, оно уже не дожимается. Хотя, хоть я сегодня и рисоваром прыскалась. О, зритель, там что-то ещё выпрыскивается. На днях оно не хотело прыскаться. На улице оно сейчас уже чуть-чуть поиначе открывается. Но такая сейчас погода, то холодно, то не очень холодно, то тепло, но ветрено. И оно перекликается как-то с рисоваром. Вот этот цветочек прозрачненький мне пойдёт в коллекцию. У меня очень много раньше было этих цветочного диска. Вот этих вот и красненьких, и оранжевеньких, и розовеньких, и синеньких. И столбичком. Но его сняли, к сожалению, в фроше. И аналогов больше нету. Может быть, даже этот флакончик оставлю как память полноценно. Вообще-то мыли мои первые духи в фроше, которые я сама себе купила. Которые мне по пробнику очень понравились, я их себе купила. Ну, как бы там двое духов, которые мне понравились. Но эти были самые первые, наверное, из них. Это цветочный диск. Флор пать. Очень жаль, что и фроше это сняли. Тут вот все три снятости. При том, что лимитки у них, в принципе, выпускаются. Они как бы выпустились, и больше дальше выпускаться не будет. Может сказать, что лимитки уже по умолчанию снято. В общем, это вот коробочка от Ириса Нуара. У меня закончилось мыло, не успев начаться. Оно было заявлено на уход февраля. Ну, такое жуткое мыло вообще. Может, мне так повезло, фиг знает. Весна, 75 лет, опыта работаем. Натуральное мыло, цветы весны, подснежник. Оно у меня было какое-то вот пупырчатое. Я достала его, может, оно старое, может, оно у меня давно лежало. Может, я про него была, давно лежала. Оно постарело. Мало ли бывает у мыла. Может быть, у мыла бывает старость. Мыльная старость. Я его помылила. Оно стало так хорошо мыриться. Такое нежное, клёвое. Хорошую пену дует. Отлично увлажняет. Кожу не стягивает. На следующий день смотрю, оно так раз на три кусочка расслоилось. И высохло. На то, что у меня ванной змеевик с середины февраля, этого января, вообще не отапливается. И наш жилсервис ничего делать не хочет. Ну, как бы чуть-чуть делала. А мы ничего не знаем, как тут что делать. Ну, это, ну, вы нам деньги платите, а мы всё равно ничего не хотим. Ну, жилсервис в Россию. Чего вы их хотите? Вот в России. Можно даже не удивляться. И удивительно, что в этой ванной, в которой топится этот змеевик, ну, не скажешь, что там дубак. Бывает, что дубак, но бывает и нормально. Это мыло на три части, оно высохло и на три части раскидралось. А потом я его, значит, взяла одну часть, ну, стала мылить. Как бы мыльнички не настолько, чтобы супервода была. Я старалась следить, чтобы там воды не оставалось. На следующий день оно расползлось. Потом совсем расползлось. Потом ровень с мыльничкой стала. Я его переложила. Уже когда приношу мылить им, ну, неудобно им мылить, я его немножко разрыла водой и сделала из него жидкое мыло. В общем, в вариации жидкого мыла, разбавленного водой, оно нормальное. В вариации кускового мыла. Спасибо, не надо. Нет, спасибо подписчица за подарок, она не виновата, что-то хрень такая на самом деле. Или что с ним не так, но... Без переплаты на рекламу, оно тут говорит, сделано по ГОСТу на итальянском оборудовании. 99% натуральная основа. Чуваки, что-то у вас пошло не так. Весеннее настроение круглый год. Оно хорошо мылилось, пока не высохло и пока не расползлось. По-дому просто брать неудобно было. В общем, если что, я вот именно такое вам не советую. Может, оно как-то у меня не так хранилось, может, оно само по себе такое, черт его знает. И у меня закончилось, и началось заново, оно будет в другой филакончик. У меня же таких три было, один я подарила, а два вот у меня оставалось. Один в использовании, один в запасе, один подарила. Теперь у меня в запасе нихрена, потому что точно такой же я на днях открыла. Я не знаю, как достать, потому что вот здесь вот еще что-то есть. И там еще что-то есть. Пальцем я эту крышечку открывала, пальцем там сувалась, потому что оно не выдавливается. Хороший удобный филакончик, но вот когда заканчивается, вот тут надо силой так сжать, чтобы что-то дошло, но дальше-то оно не идет. Очень классная штука китайской компании Поли. Увлажнение и питание, алоэ, вера, 99% гель до лица и тела. 160 грамм, точнее миллилитров. И жил бы он до 11 мая 2023 года. Ну вот, закончился раньше. Следующий, я думаю, тоже вряд ли проживет особо долго, потому что он довольно так как бы. Я им лицо увлажняю, вот сейчас перед видео с записью, вместо лосьона. Я им руки мажу, когда царапки кошка оставляет свои. Я им руки мажу, когда просто кожа сухая. Универсальная такая штука вообще. Ну, как обычно, алоэ, вера. И я его покупала вообще на Алиэкспресс в наборчике. Три штуки за 160 рублей. Как-то так оно было. Что у меня был бонус на 300 рублей скидки. Оно стоило 460. В общем, оно мне вышло. Три штуки за 160 рублей вообще. Совершенно супер бюджетно. Я думаю, когда у меня закончится следующий, придется, наверное, искать. Или такой, или, может, на Азоне куплю. Не знаю, что. Может, туда воды налить, потрясти. Будет какой-нибудь супер алоэный лосьон. Такой жиденький. У кого есть идеи, дайте знать в комменты. Я его даже пока оставлю этот неполный, пустой, не до конца уделанный в лакончик. Потому что вот там что-то реально есть, но вот как-то достать вообще нереально. Непонятно. Очень хорошая штука. Вот такие у меня маленькие пустые баночки. Я что-то думала, что вот еще что-нибудь, но что-то как-то не случилось. Всем спасибо за просмотр. Если вы что-то из этого юзаете или юзали, дайте знать в комменты. Ну и я в 125-й раз советую вам приобретению не именно это эфирное масло, а вообще натуральное масло. Эфирное масло от фирмы натуральное масло очень хорошее и качественное. В том числе и масло розы. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.